Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги, уважаемые пациенты. Моя фамилия Брюховецкий Андрей Степанович. Я директор клиники восстановительной интервенционной неврологии Нейровита в городе Москва, Российская Федерация. Директором я являюсь уже 17 лет. И все 17 лет эта клиника занимается применением стволовых клеток у человека. История моего применения этих клеток, она уже, в общем-то, насчитывается почти 30 лет. Будучи главным специалистом военно-морского флота, я занимался проблемой лечения боевой травмы мозга. И эта технология стала, в общем-то, и разрабатывалась на боевой травме на военных. В 2002 году применение этих технологий показало очень высокую эффективность лечения боевой травмы. Так мы смогли уменьшить инвалидность на 17% раненых в локальных конфликтах, в которых принимала участие Россия. И смертность этих раненых удалось уменьшить практически на 10%. То есть это были фантастические результаты. Но в 2002 году я уволился из Министерства обороны в должности главного невролога военно-морского флота России, полковника медицинской службы. И решил передать эти технологии гражданским людям. И, собственно, отсюда начинается история этой клиники. Чем же все-таки мы занимаемся? Мы перепробовали все типы стволовых клеток, которые существуют. И когда я сегодня смотрю, как в Китае, в Европе люди активно начинают заниматься фитальными клетками, костным мозгом и прочими вещами, мне даже удивительно, как много появилось интереса. Многие годы мы жили и думали, что, в общем-то, никогда не наступят те славные времена, когда об этом будут знать все. Раньше я всегда говорил, что придет время, и каждая домохозяйка будет знать, что такое стволовые клетки. Итак, чем же мы лечим? И что мы делаем? И кого мы лечим? Ну, поскольку мы говорим это для боснийского телевидения, то я скажу, что с Балкан у нас самое большое количество пациентов. Это все страны, бывшие Югославии. Босния, Герцеговина, Македония, Сербия. Почему они едут к нам? Потому что мы очень близки по духу, мы православные. И даже несмотря на то, что тоже Албании люди-мусульмане, они ездят, и они очень близки нам, как и любые балканские люди. Поэтому здесь они чувствуют себя очень спокойно. По крайней мере, так же, как у себя в Сербии, в Герцеговине, в Македонии. И это вполне естественно, потому что мы их понимаем, они нас понимают. И нет конфликта интересов. Но, тем не менее, в нашей клинике огромное количество лечится пациентов из Греции. Но сегодня, может быть, меньше, потому что в Греции есть экономические проблемы, и государство стало с трудом оплачивать лечение. Но раньше их было очень много. У нас достаточно большое количество из Румынии, из Болгарии. Сейчас, в настоящее время, у нас пациенты из Болгарии. Поэтому, на самом деле, все страны Восточной Европы, они достаточно активно едут лечиться. И они годы уже находятся. Мы с ними сотрудничаем многие годы. Вот 17 лет клиники, и 17 лет мы, в общем-то, принимаем пациентов из Балкана. Много американцев, немцев меньше. Много канадцев. Австралийцы сейчас по соли ездят. То есть, мы достаточно интернациональная клиника, в которую едут пациенты со всего мира. И мы, в общем-то, всячески очень гордимся этим. На самом деле, мы очень маленькая клиника. Такая камерная клиника, которая была создана мною для реализации своих научных амбиций. Выйдя на пенсию, мне стало скучно. И я не мог без работы, не мог без своих больных. И мне очень хотелось помогать этим людям, потому что я всегда брал самых сложных, самых тяжелых пациентов. И сама технология, она родилась как бы извне. То есть, лекарства в каждом из нас. В человеке нет, понимаете, тех лекарственных препаратов, которыми мы пытаемся лечиться. То есть, все самое главное находится в нем. Все основные потенциалы регенерации, противоопухолевого лечения, они есть в нас. И задача, которую я ставил перед собой, это научиться этим управлять. То есть, еще раз, мы не отрицаем в принципе лекарственной терапии, физиотерапии. Мы говорим, да, это крайне важно. Но все современные методы лечения, они достаточно ограничены. Потому что, когда врач говорит, я вас вылечу, ну, можно сказать, да, хороший врач. А можно посмотреть на эту ситуацию по-другому. Мы вообще не понимаем, как работает организм. Поэтому идея, когда тебе говорит, я вас вылечу, то есть, я смогу вас отрегулировать, она ошибочна по сути. Что мы можем сделать? Мы можем дать ресурс организму и сказать, попробуй, восстанови себя. Что мы начали делать? Вот, чтобы было понятно нашей методологии и философии, то есть, первая позиция, лекарство внутри нас. Его можно использовать. Надо научиться его брать. И нужно его применять в то место, где оно нужно. Я исходил из позиции очень простой. На войне у человека прострелила печень. Через год у него печень восстановилась. Ему прострелили легкие. Оно зарубцевалось, легкое живет, человек не умер. Но, например, повреждения мозга не восстанавливались. Почему? Потому что туда не могли прийти стволовые клетки из костного мозга. Существовал гематоэнцефалический барьер. И эти клетки никак не могли туда прийти. И почему? Потому что они формируют новые связи и новые отношения в поврежденной ткани. Если взять стволовые клетки костного мозга и поместить в здоровый мозг, здоровый мозг их уничтожит. Их там не останется. Это был первый эксперимент, который мы сделали 30 лет назад. Но если в мозге есть повреждения, все эти клетки пойдут в зону повреждения. Почему? Сегодня, спустя 30 лет, я могу сказать, почему это происходит. Потому что есть 4 механизма действия стволовых клеток. Механизм патотропизма или направленной миграции. Клетки всегда придут в зону повреждения. Они идут на градиент воспаления. Им все равно. Это опухоль, это инсульт, это воспаление инфекционное. Или это грибковое воспаление. Им все равно. Они идут на градиент концентрации воспалительного процесса, чтобы прийти и помочь восстановить. Вторая позиция. Вторая позиция. Они пришли и обнаружили клетки патологические. И к ним прилипли. Механизм клеточной адгезии. Третий механизм. Они начинают вырабатывать биологически активные вещества. Всевозможные паракринные факторы. И пытаются регулировать. Механизм bystander effect. Эффект рядом стоящего. И они восстанавливают повреждения. И четвертый эффект, который мы выявили непосредственно применяя стволовые клетки при повреждениях мозга. Они способны установить новые синаптические контакты. Они способны установить новые связи в мозге. Лечат ли кого-нибудь стволовые клетки? Нет. Они создают основу. Биологическую основу восстановления. То есть клетки могут быть съедены собственными нервными клетками. И материал этих клеток идет на реставрацию повреждения. Один из механизмов. Клетка может закрыть брешь, которая есть в мозге. И станет выполнять функцию. И станет той же нервной клеткой. И это тоже вариант. Но в ряде случаев мы увидели потрясающую вещь. Что эти клетки во многом несут к судьбу человека. Я объясню почему. Много лет занимаясь этими вопросами, мы раньше говорили только о регенерации. Говорили, да, вот есть стволовые клетки костного мозга. Мезинхимальные клетки, гемопоэтические клетки. И они занимаются только регенерацией. Но это оказалось не так. Оказалось, что это самые главные регуляторные системы нашего организма. Ну, например. Или чего они вообще существуют? А это основоположники всех клеток иммунной системы. Я говорю сейчас о гемопоэтических стволовых клетках в первую очередь. О клетках кроветворения. Мы привыкли и говорим, вот есть гемопоэтическая стволовая клетка. Она родоначальница всех клеток иммунной системы. Всех клеток кроветворения. И вот она самое главное. Если ее пересадить, то мы можем сделать трансплантацию костного мозга. С одной стороны, да, это хорошо. И мы, понимая эту всю ситуацию, говорим, да, это классно. Но какую функцию еще несет стволовая клетка? Оказалось, что это главная система противоопухолевой защиты. Это главная система регуляции. Это самая главная система нашего выживания и контроля структуры нашего организма. И мы увидели потрясающую вещь. Изучая протеомику этих клеток, то есть белковый состав, мы вдруг увидели невероятные вещи. Что определенные изменения белковых фракций, белковых компонентов этих клеток меняют всю структуру иммунной системы. И вот тогда стало понятно, что гемопоэтические клетки, родоначальницы всех клеток иммунной системы, во многом определяют тот вектор, куда идет болезнь. Мы так привыкли говорить. Нейрогенеративные заболевания – это болезни накопления. Накапливаются патологические белки в корковых нейронах, формируется болезнь Альцгеймера. Накапливаются они в патологические белки в нейронах мошечка, мы говорим, системная корковая атрофия. Накапливаются эти патологические белки непосредственно в мотонейронах, мы говорим, боковой амитрофический склероз. И при этом не можем лечить ни одной из этих болезней. Мы очень долго работали над этой проблемой, и вдруг стало понятно, что накопление белков в нейронах – это не причина, это следствие. А причина лежит в гемопоэтической стволовой клетке. Модификация этой клетки привела к тому, что мы сегодня можем сказать, что в определенных случаях клетки иммунной системы становятся гипореактивны к нервной ткани, и тогда развивается рак. А если они гиперреактивны к ткани, то развиваются нейродегенеративные заболевания, аутоиммунные заболевания. То есть все фатальные болезни цивилизации связаны с патологией гемопоэтической стволовой клетки. То есть больная мама дает целый пул, а это миллиарды клеток иммунной системы, которые и способствуют развитию этих болезней. И отсюда впервые стало понятно, мы можем по гемопоэтической стволовой клетке ставить ранний диагноз. Ведь, смотрите, боковой амитрофический склероз можно поставить тогда, когда 80% нейронов погибло. То есть когда уже поздно, когда уже помочь этому больному нельзя. Но болезнь не вчера возникла. Болезнь возникла, и она шла годы, там 2, 3, 5 лет. Когда мы ее сумели диагностировать путем электромиографии, там клинических проявлений, то есть там осталось всего 10% нейрона. И тогда мы говорим, ну а что делать? Вы обречены 2 года, вы умрете. Аналогичная ситуация с раком. Он не возникает сегодня. И вот тогда, когда мы сделали протеомику этих клеток, раскатали все белки этих клеток, мы увидели, что по протеому этой клетки, гемопоэтической стволовой клетки, мы можем ставить самые страшные диагнозы на самых ранних стадиях. Ну, например, весь мир ставит диагноз рака на основании онкомаркеров. Извините, онкомаркеры появляются только тогда, когда опухоль уже формировалась, она получила определенную прописку в определенном органе, она повредила ткани этого органа, и онкоспецифические белки вышли в кровь, и мы тогда по ним можем сказать, да, это рак предстательной железы, да, это рак мозга. Но это поздно. Опухоль может быть маленькая, а изменения в иммунной системе уже произошли, она уже метастазировала везде. И вот тогда стало понятно, что вот та клетка, которая занимаюсь 30 лет, может быть ее молекулярная основа, ее протеомная основа может стать основой диагностики большинства фатальных болезней. Еще раз, все виды раков и злокачественных заболеваний, нейродегенеративные заболевания, и заболевания аутоиммунные. Да это почти все основные болезни цивилизации. Это и диабет, с одной стороны, это системная красная оболчанка, это все неизлечимые болезни. И в основе лежит патологическое ГСК. Но делать анализ очень дорого, протеома, то есть он обходится в среднем, если мы раскатываем белки, на современном оборудовании, там, ну, почти 200-300, там, тысяч долларов. И тогда мы придумали другую вещь. Анализируя белки всей структуры, мы поняли, что не надо все белки смотреть. Что если мы будем смотреть молекулярные маркеры только поверхности, нам этого, в принципе, достаточно, чтобы мы смогли поставить диагноз. Таким образом, стволовые клетки позволяют нам сегодня по профилю молекулярной поверхности гемопоэтической клетки этого человека поставить диагноз на самой ранней стадии болезни Альцгеймера. И родственники, которых болеет этот человек, могут сказать, а у меня есть уже болезнь Альцгеймера, а можно я проверю? И анализ совсем недорогой, там, 2-3 тысячи долларов, которые мы можем сегодня заплатить каждый, если у меня стоит эта проблема. Мы можем поставить диагноз бокового метрофического склероза, системной корковой атрофии. То есть, огромное количество нейроэнергетичных заболеваний, которые мы сегодня даже не знали, как подступиться, мы можем решить по диагностике, сначала по гемопоэтической стволовой клетке. А раз это так, то стал вопрос, соответственно, а, значит, можно и лечить? Если проблема в том, что нужно заменить иммунную систему, то мы ее можем заменить. Почему в одних случаях рассеянный склероз? Мы делаем трансплантацию костного мозга своими собственными ГСК, и человек становится здоровым, и у него болезнь останавливается. А в других случаях нет. Неврологи придумывают тысячу причин, почему вот тип течения не тот, еще что-то не тот. Все это ерунда. Все зависит от того, пострадала ГСК или нет. Если она здоровая, она даст нормальных потомков. Поэтому, убирая всю патологическую часть в костном мозге, мы пересаживаем здоровую ГСК, и у человека восстановится нормальная иммунная система, которая не является гиперреактивной и не уничтожает дальше ткань. Это не значит, что трансплантация костного мозга и ГСК, она вылечила рассеянный склероз, она остановила болезнь. Дальше мы расскажем, как это можно дальше делать. Но остановить болезнь можно трансплантации, если ваша клетка здоровая. А если нет? Мы показали, что при боковом иотрофическом склерозе мы четко можем поставить диагноз на самой ранней стадии. Я беру больную, которая находится на аппаратном дыхании с боковым иотрофическим склерозом, умирает. И просто ее родственник говорит, я не могу, чтобы она умирала, вот ведите мне ее, лечите. И мы ее ведем, тащим на аппаратном дыхании, хотя шансов нет. И берем ее сестру, и у сестры такой же профиль. Мы сделали 256 больных детей раком и увидели, что профиль у них очень специфичен. Мы сделали 260 больных взрослых и увидели, что профиль ГСК специфичен. То есть впервые стволовая клетка стала не просто какой-то виртуальной вещью, а это главный инструмент диагностики большинства фатальных заболеваний, смертельных заболеваний человека. И мы это можем сделать за абсолютно какие-то реальные деньги, используя самые современные проблемы, то есть приборы, там, иммунофенотипирование, которые весь мир сегодня используют. Просто мы впервые набрали эти группы здоровых людей, и мы понимаем, как это должно быть. Мы взяли группу здоровых доноров и стали сравнивать. Мы можем болезнь Альцгеймера диагностировать на самой ранней этапе. И тогда возникает вопрос, значит, можно и предложить лечение. Ведь проблема лечения, в первую очередь, остановить процесс повреждения клеток нервной системы, остановить опухолевый процесс. Мы зафиксировались пока только на трех этих проблемах. Рак и злокачественные заболевания, нейроэгенеративные заболевания и аутоиммунные заболевания. То есть мы можем по этому профилю их диагностировать. Мы можем предсказать болезнь, когда еще нет, еще нет клиники, еще нет онкомаркеров. Но есть иммунная недостаточность. И диагностика иммунной опухолевой недостаточности может стать критерием, чтобы лечить. А как лечить? Тоже понятно. Мы можем подобрать НК клетки близкородственного донора и профилактировать рак. Когда стала понятна диагностика, стала понятна идея, новая подхода. Мы можем молекулярно нацеленным путем управлять этим процессом. То есть вся современная медицина, она идет именно этим путем. Молекулярно нацеленные таргетные препараты. Но в организме нет таргетных препаратов. Понимаете? Нет моноклональных антител, которые мы делаем из водорослей и искусственных препаратов. Но есть свои клетки. Поэтому первым вариантом, который стал, мы можем взять близкородственного донора. И если клетки, если свои собственные клетки иммунной системы повреждены, можем использовать клетки этого донора. И мы это делаем. И это эффективно. Но, понимаете, вы пришли на почву, где все засохло. Берете отборные семена и бросаете. Сработает? Нет. Надо как в сельском хозяйстве спахать. Для чего мы пашем? Чтобы кислород пришел в землю и семена дышали кислородом. Полить, удобрить, окучить. Потом ты соберешь урожай. Мы создали ту же технологию биоинженерии. В свое время. И в ней стволовые клетки только маленький компонент. Поэтому сказать, что мы занимаемся лечением стволовых клеток, это ничего не сказать. Сама философия вот этой биоинженерии, она позволила нам сделать там 52 операции по созданию искусственной нервной ткани у человека. То есть мы в мире такие единственные. Это маленькая клиника, которая расположена на базе Российского онкологического научного центра. Мы сделали 52 операции, не имеющие мировых аналогов. Помогал нам в этой работе Царства Небесного Джеффри Райзман с Институтом Medical Research в Великобритании. Он умер сейчас, но мы очень ценим его работу. Он помог нам создать клеточные технологии в этом аспекте. И вот делали 52 операции. У нас все живы, никто не умер. Когда наши государственные предприятия попытались это сделать, у них трое больных сразу умерло. И они отказались от этой тематики. Вот вам система подхода, потому что они многого не учли. И в итоге они не смогли делать, продолжить операции. Снова перешли на обезьян и занимаются обезьяной. А мы сделали 52 операции и получили достаточно приличные результаты. Мы потенциально можем пересадить голову сегодня. Итальянцы только говорят о том, что они сделали, а мы это сделали. У нас есть три человека с полным перерывом спинного мозга. Потому что идея сшить, кости это не вопрос. Проблема восстановления и регенерации поврежденного мозга. Мы сделали 52. И в итоге стало очевидно и понятно, что мы ничего не понимаем в устройстве мозга. Абсолютно ничего не понимаем в устройстве мозга. И тогда впервые родилась идея. Я написал свою теорию устройства мозга. Я опубликовал ее сначала в России, потом опубликовал в США. А построена она вот на этой книжке, которую я тоже опубликовал в этом году в США. Онкопротеомика. То есть мы впервые увидели, как движется информация, и куда она идет, и куда она девается. Таким образом, мы впервые подошли к очень серьезной вещи, что мы можем использовать клеточные технологии для лечения. Если мне подадите еще эти две книжки, вот эти последние. Вот в прошлом году я выпустил вместе с китайцами руководства по лечению, называется она «Стволовые клетки и регенеративная медицина в лечении нервных болезней». Два тома. И эта книжка сегодня, это руководство для врачей, которое мы сегодня, в общем-то, используем для лечения этих пациентов. То есть сегодня это даже не экспериментальная методика, а это уже руководство для врачей. таким образом мы впервые реализовали идею, когда собственные стволовые клетки можно использовать для реставрации повреждений. С одной стороны это реставрация повреждений мозга, с другой стороны это возможность профилактики рецидивов рака, рецидивов других заболеваний. стало абсолютно очевидно, что сама философия лечения рака, ну поскольку мы расположены на базе онкоцентра, то главный онколог страны мне говорит, вот ты такой умный, вот предложи нам идею, которая бы отличалась от современной онкологии. Я очень долго смотрел на этих больных и понял одну простую вещь, что на самом деле методология лечения онкологических больных во всем мире, она немножко ошибочная. В норме у каждого человека есть 500 тысяч раковых клеток. То есть вылечить человека от раковых клеток нельзя. По определению их всегда будет. Количество клеток увеличилось до миллиарда, мы говорим, о, предрак. Количество клеток больше стало миллиардом, мы говорим, это рак. Хирургия работает до миллиарда, дальше глаз человек не видит. Химия и лучевая терапия работают всего в двух диапазонах. только в двух, от 10 девятой до 10 седьмой степени. И когда онколог делает 10 линий химиотерапии, он не понимает биологии рака. Они провели химию и лучевую терапию, говорят, свободен. но ведь самое страшное это, что у человека не работает иммунная система, дальше должна работать своя иммунная система, а она пропустила рак, она гипореактивна к нему, она не видит раковые опухоли. У человека вот такая опухоль, у него идеальная иммунная система, но она идеальна в количественном параметре. Если бы вы посмотрели протеомику, онкопротеомику этих клеток, вы бы увидели, что это патологические клетки, на которых в нашем организме нет регуляторов. Таким образом, мы бросаем онкологического больного недолеченным, его иммунная система не работает. Если вы оставили хотя бы какую-то часть опухолиных клеток, будет рецидив. Мы потенциально обрекаем онкологических больных на рецидив. И тогда мы стали применять ситуацию иммунотерапии, мы стали использоваться дендритные вакцины, мы стали использоваться токсические лимфоциты. То есть мы берем и приобретенный иммунитет, то есть свой иммунитет не работает. Вся иммунология, которая существовала для рака, это иммунология инфекционных болезней. Она была придумана на эпидемиях, которые косили население, человечество всего мира. онкология, иммунология рака другая. Там нет первичного ответа, нет вторичного ответа, там моноклональные тела, они не убивают патоген, а наоборот его способствуют. И тогда стало понятно, что единственным реальным вариантом может быть создание искусственного противоопухолевого иммунитета. Ведь смотрите, какая странная вещь. Противоопухолевый иммунитет, то есть вообще весь иммунитет ракового больного, он прекрасно борется с грибком, он прекрасно борется с инфекцией, он прекрасно борется с вирусами, он прекрасно борется с бактериями, он не борется только с опухолевыми клетками, он такой односторонний. Так а может быть и не надо разрушать все, а давайте дадим, он с чего состоит, врожденный и приобретенный иммунитет, и мы можем его создать из клеток самого пациента. Вот на этом основана вся философия. Еще раз, мы не отрицаем ни хирургии, ни химиотерапии, ни лучевой терапии, мы говорим, это важно. Уберите максимально количество клеток опухоли в организме путем хирургии, выбросьте максимум, химии и лучевой терапии, уберите их, ну дайте мне кусок вашей опухоли, я смогу ее нарастить, я сделаю на нее вакцину, я сделаю цитоксические лимфоциты, которые ваши не работают, но они будут персонализированы для вас, и мы сможем это делать. И у нас есть больные, которых отказываются онкологи, и говорят, ну вот все, шансов нет. Женщина там 78 лет, рак молочной железы, главный онколог, профессор наш, академик Давыдов мне говорит, вот и покажи, что могут твои клетки, и мы делаем модель, то есть ее дочь врач дает клетки, мы берем ее клетки, мы лечили ее только вакцинами с токсическими лимфоцитами и вот этими НК-клетками. Два года опухоль рассосалась. Мы не удалили у женщины молочную железу. То есть технически я пришел с историями и болезнями, два года мы вели ее, пришел вот академик и говорю, посмотри, да ну ладно, этого быть не может. Ну вот история, вот человек, вот ее клетки, вот все у вас делалось. То есть к чему я это говорю? Это очевидные вещи. Иммунологии рака нужно создавать заново. И мы ее пытаемся создать из собственных клеток пациента. И этому посвящена вот эта книжка, которую мы собственно сделали. Вот это и вот эта книжка. Она так и называется. Видите? Протеом основанная персонализированная противоопухолевая клеточная терапия. То есть это совсем другая философия, которая полностью ложится на философию классической онкологии. Нельзя исключать тех хороших вещей, которые могут сделать. Но лучевая химиотерапия и хирургия. Но нужно продолжить. И это очень важно. А с другой стороны, эти клетки могут стать инструментом для регенерации. Всем, конечно. Это нужно делать всем. Отдайте нам кусок клетки, мы вырастим эту клетку. Мы даже химиотерапию вам подберем под необходимость этого дела. Ну вот, в целом и все. Отлично. Меня зовут Николай Иванович Коваленко. Я руководитель группы реабилитации клиники Неровита. С опытом работаю более 10 лет уже. мы занимаемся в клинике восстановлением и комплексной реабилитацией пациентов с последствиями травмы головного, спинного мозга. Также лечением нейродегенеративных заболеваний и осложнениями, которые могут быть связаны с этим. Мы проводим достаточно глубокое исследование пациентов перед началом лечения. Выявляем истинные причины и возможны какие-то варианты атипичного течения или осложнений, которые в дальнейшем могут препятствовать хорошему восстановлению утраченных функций. То есть мы используем как механическую реабилитацию, так и медикаментозные традиционные методы лечения, нейрофизиологию и функциональные методы. Также цель стоит восстановить, простимулировать поврежденные структуры как центральной нервной системы, так и периферических нервов. Пациенты приезжают со всего мира. То есть много пациентов из Восточной Европы, стран бывшей Югославии. Также приезжают люди из Греции, с Африки, то есть есть из Америки поток пациентов определенной группы, то есть как с травмами, так и с боковым атрофическим склерозом, которым мы можем предложить достаточно подробное исследование как поверхностных рецепторов и выявить предрасположенность к развитию этому заболеванию как семейных, так и спорадических случаев. Результат мы отмечаем очень хороший у пациентов в связи с комплексной реабилитации и в случае если все подобранные нами методики выполняются потом в домашних условиях. Каждый раз мы подбираем программу, мы стимулируем нервную систему и в любом случае у каждого пациента мы видим восстановление утраченных функций в том или ином проценте случаев. Мы рады приветствовать, мы рады всем пациентам, которые выбрали нас, которые посмотрели, достаточно подробно мы представили на сайте, всю информацию и готовы отметить на любые письма присылаемые вами и все вопросы мы постараемся подробно изучить и дать развернутый ответ. Я сам Адамович Татјана, Александрова мама. Александр је имао каде, каде је дошлао себи, једино што је могао то су радили оћи, значи, друго ништа, десна страна је била и ноги у руке, значи, три године, нола постоа, абсолютно, никаквог помака ние било. Касније је почао во времену, по нешту увек да се дешава, али смо је свих ових 8 година по реабилитацијама у банји Меленци, банја Русанда у Меленци, мако Зренјанина, тамо смо већ неки 5-6 година, константно, долазимо у Neurovиту, овде у Москву, од 2016. године, на Матићне ћелие, од тада имам баш помака, били смо у Дубровнику, неуро реабилитација, роботиком, у суштини њему све помаже, али су терапије јако скупе, и у Москви, и у Дубровнику, и изискају јако пуно новца, нјегово станје, комплетно је, и са ка смо дошли, и управник, и доктор Николај су исто презадоводни са његовим станјем од прошли пут, и од разлика, од кад је дошоо први пут, шта се може, е, са смо били у Београду, пред овог долазка у Москву, на, истима је, овоје логопедске терапије, које има јако пуно помажу, и терапеута, и тако да се константно са њим мора радити, не само са њим, него просто, то са деце, са 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 тим повредама, да изискује се, нонстоп, константан рад, да је било ефект. Неоровите, ја сам за њу чула, кад је Сашена свежа повреда била, али што је за ме било, неподњувао, у том моменту, прво његово взрастно станје, толико било лошо, да он је било за санитет, а не за авион, или тако далек пут. После толико година, после три године, смо се ми одлучили, да кад је већ негово станје било стабилније, да се упутимо, послали смо документацију, и добили смо одговор, да се може помоћи Александру, и кренули смо, и од тада и креће напредак. Углавно, ја се предзадоволњна, и свима би препоруча, ко што и, мислим, моје искусство, лично са Сашам, али свако дете индивидуално, за себе, и свака повреда је за себе. Да има помагај, просто им верујем, зато што знам, што је урађено први пут, кад смо дошли, у које су анализе, ја сам рекла, просто, да не су испитали раст репавица, буквално, све остало испитано. Што је у нашјем случају десило, Саша је имао тешку повреду мозга, јели добио удара, био је на мотору, а деда је са трактором што је возио, изашвао из њиве, боћно, и ударио га десну, у десну страну главе, и буквално ту где су сви центри, то је све је било искидано и изгнјачено. Има је је прелом вилите, отпусна листа је толико лоша урађена, од стране наших лекара, мислим, час изузецима, али, да нико није написао да он има метал, у донјој вилите, да је уградђен, доктор Николај, кад га је видео, први пут је одмар рекао, без магнетне, без ишто, да му се нешто не допада ту, па је је хтео ништо да каже, док се не уради магнетна, урађена је магнетна, па је трађио контролни CT, па да му се окрине глава под углом от 45 степени, 20 минута да буде тако, у том положају, па тек онда да се уради снимак, гда је је откривен метал у донјој вилите. А, например, могло се дести, јели би боравио досто у банји, да му доктор када да неке струје, што не би се смело са тим металом ешати, мислим, и да настрано да неко ни кријв, ни дужан, мислим, просто свима би препоруќа, когод може, и да да, драги бог, да сви могу да доспије на ову клинику. Клиника Найравита, главный масажист клиники, Алексей, занимаемся авторска методика, каждому человеку индивидуальни подход. Александр, мы его давно знаем, черепно-мозговая травма, контрактура есть, спазмы, тугоподвижность, есть динамика, положительная динамика, сознание лучше, опорно-двигательный аппарат, реабилитация массажа ежедневно, терапия подобрана, эффективна. Работаем бригадой. Поэтому есть хорошие результаты. Сейчас будем проводить сеанс массажа Адамовичу. Он позитивный человек, динамику чувствует, все хорошо. Клиника Найравита настроена, дружелюбно, помогать людям, подбирать эффективную терапию. Комплексный, комплексный подход. Очень эффективно. Да, Александр? Вот Александр с нами солидарен в этом смысле. Кровати функциональные, удобные, да? И хорошо, и высыпаемся, и силы есть. Настроение хорошее. Массаж медицинский классический. То есть именно глубокая проработка, чтобы снять спазмы мышечные, разработать суставы. То есть подходим индивидуально. То есть у всех своя программа. То есть каждому человеку свой подход. Массаж Александр переносит хорошо, ему нравится. После него заниматься лучше. Более эластичный. Где-то в среднем час, час десять длительность массажа, общий массаж. Вот таким образом подходим. Стараемся, чтобы каждому человеку была индивидуально подобранная программа. тут требуется более глубокая проработка, из-за того, что, видите, есть ограничения, то есть спазмы мышечной контрактуры. Поэтому массаж, такой глубокий массаж, с хорошей проработкой. атака имеет значение настрой, да, то есть вся клиника, весь коллектив, клиники нейровиты, настроены на то, чтобы люди максимум, по максимуму восстанавливались. улыбка, да, доброжелательность, плюсы и терапия, результаты хорошие. Ну, кого же мы все-таки лечим? Мы берем самых тяжелых больных, когда, в принципе, весь ресурс современной традиционной медицины уже исчерпан. Как правило, это, ну, скажем, две большие группы больных. То есть это больные с тяжелой патологией центральной нервной системы, при этом независимо от того, в общем-то, какое повреждение. Была ли это инфекция, была ли это ишемия, или это была травма. То есть это тяжелые органические поражения центральной нервной системы. Даже, правильно сказать, последствия тяжелых органических повреждений и нервной системы. Это последствия инсультов, это последствия травмы спинного мозга, это последствия травмы тяжелого головного мозга, это всевозможные последствия перенесенных инфекционных процессов, менингитов, менингоэнцефалитов, каких-то прививочных реакций, с одной стороны. С другой стороны, это большая группа онкологических заболеваний. В основном мы специализируемся на раке молочной железы, рак легкого и раке центральной нервной системы. Это неправильно сказать опухоль, центральная нервная система. Это мультиформная глиобластома. Хотя на самом деле мы понимаем, что это универсальная технология, которую можно использовать для лечения тяжелых онкологических больных. Еще 10-15 лет назад мы бы отказывали этим больным в лечении, потому что не видели перспектив помощи этим больным. Сегодня мы используем весь потенциал современной онкологии для того, чтобы восстановить их до приличного состояния и использовать вот эти новые технологии лечения. Мы абсолютно убеждены, что это единственный способ профилактики рецидивов и профилактики обострений этих заболеваний. Поэтому мы активно этим занимаемся и активно это используем. Вот, наверное, основные. Ну и, конечно, это группа аутоиммунных заболеваний. Это системная красная волчанка, это пулемиазиты, это рассеянный склероз, несомненно, где мы, в общем-то, используем эти технологии как в диагностике, так и в лечении. Что сказать нашим потенциальным клиентам? Мы никому ничего не обещаем. Мы прекрасно понимаем, что потенциал регенерации в мозге достаточно ограничен. Мы даем мозгу ресурс и мы исходим с позиции, что мозг сам может помочь себе и мы сумеем восстановить новую функцию. Хочу еще раз подчеркнуть, стволовые клетки не лечат. Они создают условия, в которых путем реабилитации и восстановительного лечения уже дома вы сможете восстановить свою функцию. Это не панацея. Это одна из современных технологий лечения вот этих крайне тяжелых фатальных заболеваний цивилизации. Да, она еще не самая совершенная, но это уже огромный скачок в направлении именно реальной помощи этим людям. Многие годы я лично занимаюсь травмой спинного мозга. Мне это очень интересно и мы добились достаточно больших результатов в этой области. Начинали мы, в общем-то, достаточно грустно, потому что над нами все смеялись. Зачем вы берете спинальных больных? Помочь им нельзя, регенерации в мозге нет. Но тем не менее, наш опыт показал, что этим больным реально можно помочь. процент восстановления составляет где-то 60-61%. Это процент восстановления функции. Еще раз хочу сказать, мы не знаем, как восстановится мозг в конкретном случае. Все зависит от степени его повреждения у каждого конкретного больного. Наилучшие результаты – это повреждения нижних отделов спинного мозга. Это Т10, Т11, Т12 сегменты спинного мозга. Но на самом деле мы видим, что у нас есть вот уже за 17 лет, есть, наверное, человек 7-8 шейников, которые стали ходить. Что это удивительно. Потом эффекты стволовых клеток при травме спинного мозга, они удивительны. Все началось, в общем-то, откуда пришли к нам боснийские пациенты. К нам приехал боснийский священник и сказал, что вот он знает, что ему можно помочь стволовыми клетками. Мы сказали, ну, хорошо, давайте попробуем. Он говорит, мне нужно ввести их там два раза, и больше не надо, дальше мне Бог поможет. Ну, хорошо, если у вас такой хороший Бог, почему нет? Мы выполнили всю технологию. Действительно, у него тяжелое повреждение, травма спинного мозга. Мы ввели ему клетки, и, о чудо, он пошел своими ногами, и он начал ходить здесь. Дальше он разрабатывает все у себя там, и этого было достаточно, и он, конечно, как лучшая реклама спинного мозга. Дальше он разрабатывает все у себя. Я сам Дамир Ефендия Бабаевич. Роден сам 28. августа 82. година в Грачанике. Несавесный водащик, у брзини от 164, я ударил моего автора с задней стороны. И само сам у том моменту осетил пукань, который дан-данас озванет в моем уши. И, о чем я не могу, я не могу, я не могу, что мне случилось. Я снова падаю в ком. И, о чем я снова угрожаю, и, о чем я, доктори мне объяснили, о чем я работаю, да я переживаю повреждение кићм, кићману ступу, кићмане мозгнене, и да я моје стане, definitивно, односно, да я стал парапрагићар, и да никогда не буду мать больше ходить. И сам се помирил с чинјинцем да останем цели живот у инвалидским коликима, иако, како сам на почетку казао, сватам то као милост, или, эво, милост израђена кроз негово искушење. Одлучио сам да потрађим лјек, дилјем свијета, па сам папире послао у преко 40 клиника. Добио сам одговор из Пекинга, не да ми могу помоћи, него једноставно да ме могу прихвати на своју клинику, али тај износ норца, који су трађали, од 720 хилара долара, не је био прихватљив. Добио сам одговор из клинике из Дизелдорфа, и добио сам одговор из клинике Неуровита из Русије. И, наравно, најприхватљивији одговор и најприхватљивије писмо које је дошло у том моменту у четвртак, дан у оћу Петка, у којим је био и најсретнији дан, када сам се најсретнији осићао, јесте одговор из клинике Неуровита, у којој су ме позвали да дођем на њихову клинику, да изврше анализу и да изврше налазе, и да једноставно су понедлили помоћ. И одлучио сам да одем у ту клинику. Морао сам прво да скупим новац како би отишао на лјећење у Русију. И отишао сам у клинику Неуровита, када су ми урадили све те налазе, када су видјали ситуација каква је, ја сам прије тога морао да пошалим магнету резонансу и све моје налазе и отпусно писмо клинице Неуровита и конзилије засједао и они су ми дали тај одговор. Када сам дошао у клинику Неуровита, они су поново радили све налазе, снимали магнету резонансу и установили су да је моје оштећење кићме, односно кићме не мождине и мозга било веће друго, о томе сам писао рад, још нисам објавио, али надам се, ако Бог, да ће ускорије време угледати свјетло дана, о тој медицинској етици у клиници Неуровита. Јако ме је позитивно изненадју тај нихов однос, респект према сваком пацијенту, без обзира одакле долази и које. Наравно, услиједио је таз разговор са врхунским лекарима, у коме су ми казали да они дају у бити проценат од 20 до 30% за моје оздравље, а да је домене онај остатак процента. Ја сам им тада казао, добро се сјећам, да ја имам некога које ме излечити, али да је необходан и тај људски напор. Кога су му питали које је то, ја сам рекао, ја имам свого господара, имам свого бога. И тада ми један од лекара из клинике Неуровита рекао, ако имаш тако добројог бога који ће те излечити, ево ми ћемо урадити оно што је до нас, а нека твој бог уради оно што је до њега. Наком четвртог одласка у Русију, ја сам већ осећао одређене помаке. И тај први помак који се десио, којег ја првенствоно нисам осетио, нисам видио, него то је мој брат којим је био у пратни, ја видио да сам помирио мали прсту у ноге, у десне ноге. И он је повикао, брат, ово, дешава се нешто. То су биле сузе радоснице, и то је био знак да ћу ја како овог да успети. Нисам се предавао, користиво сам све оно што су ми ти доктори Руски препорућавали. Ја сам од њих добио упуте како да се понашам, колико да радим, и вјеруйте да сам и до шест сати надан знао радити тај физикални третман. И, наравно, након непуних пет година, односно три године, па онда још двие године тог реабилитацијоног третмана, боравио сам у инвалидским колицима и након непуних пет година боравка у инвалидским колицима, ја данас ходам помоћу Штака. Искрено ја вам се захвалјујем на том напору којег сте учинили, посетили клинику Neurovита, с киме сте подписали тај уговор. Учинили сте једну велику ствар. Ја је велико трње да би дошлао до Русије. Ви и вашим потезом сте показали колико вам стало до људи који су у великим проблемима. И, заиста, молим, драго Бога, да вам помогне и да вас помогне на путу, помоћи вас, онима којима је помоћ другог необходна. И надам се, ако Бог, да ће ваше удружење бити момент када човек на судњем дану, буди, ако Бог да прихватао руку другога да му помогне. Восстановить движение удаётся только у части пациентов. Это 10-15%. Вы помните, я говорил, что 10% спинного мозга, если сохранено, то человек может ходить. Но вся беда в том, что мозг погибает изнутри при травме. И большая часть волокон, которые остаются, это, конечно, всё-таки боковые столбы. То есть шанс восстановления движения достаточно высокий за счёт восстановления пирамидных трактов и боковых столбов. Но ещё раз говорю, мы никому ничего не можем обещать и гарантировать. Мы говорим, давайте пробовать, давайте будем стараться. И в первую очередь это даже не мы, а вы сами можете себя восстановить своим трудом и своей силой. Просто существует через 3 года ресурс вашего организма, он исчерпан. То есть вы за 3 года всё, что вы смогли восстановиться сами, используя стандартное лечение, реабилитацию, вот это всё. Дальше мы можем дать вам ещё планку для того, чтобы вы восстановились. И ещё планку для того, чтобы вы восстановились. Поэтому ваше лечение в ваших руках. И лекарства в вашем организме. Отлично. Я люблю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok